Есть такая тема, безусловно, как судьба оппозиции, которая весьма и весьма туманна, потому что понятно, что январь очень сплотил, очень сблизил многих людей в неприятии режима и в ненависти к нему, их близких тоже и, вероятно, друзей и знакомых. И число вот этих мятежников, протестников, которые не хотят жить в режиме диктатуры, оно возросло в геометрической прогрессии. И просто в одни камеры стали помещать поплотнее, а родственники с передачами стоят снаружи. Поэтому, да, такой формат сближения. Да, конечно. И все равно же всем понятно, что у январской драмы был конкретный автор сценария, конкретный продюсер и режиссер-постановщик Владимир Владимирович. И именно он полностью за все ответственен, если такое слово вообще к нему применимо, потому что все остальные это просто актеры, которых он утверждал на роли. На роль карателя генерала, который бросал дубиноносцев на безоружных девчонок, да, мог быть утвержден Золотов. А мог быть и Онищенко, да. И Онищенко бы очень тоже подошла полированная кераса, шлем бурденьот, перья. Он тоже командовал бы погромом мятежников. Но вот я хочу сказать, что судьба оппозиции, она так, в общем, достаточно зыбко выглядит, потому что вот эти причитания пропагандонов, Симоньян в частности, о том, что вот до тех пор, пока есть иностранные соцсети, режим не может быть в себе уверен. Вот это большое лицемерие, потому что интернет, конечно, не захвачен полностью, но по количеству, вот, например, даже у меня в Инстаграме и на Ютубе откровенные, агрессивные и хамящие ваты, понятно, что ее там очень много. И мы видим, с какой легкостью и как успешно перекупаются, переманиваются еще вчера люди, казавшиеся адекватными. Тот же самый Слепаков, который блистал скепсисом и действительно как бы не последний человек. И вот те же самые, мы видим, что те же самые Рамблер новости, Яндекс.Новости, это уже давным-давно не интернет. Туда уже давно пролез пахнущий Соловьевым телевизор, который просто прикидывается интернетом, но на самом деле есть та же самая пропаганда. Вот если ты за эти маскировочные кустики подергаешь, за кустики вольнодумства, то под ними тупая каска и рожа очередного информпрапорщика. Вот как раз хотела вас спросить по поводу пропаганды и по поводу будущего оппозиции. А может быть Слепаков прав и действительно вот эта самая условная оппозиция, она тоже ведет свою пропаганду, тоже агрессивных троллей выращивает и так далее. Может так она и победит? Оль, вот я тебе могу сказать как совершенно беспринципный и продажный наемник и законченный мерзавец. Понимаешь, до тех пор, пока идет спор и война между идейными течениями, между партиями, да, можно выбирать, кому ты продаешься. Но когда дело дошло до войны людей и людоедов, уверяю тебя, самые мерзкие люди гораздо лучше самых классных людоедов. И эта ситуация исключает всякий выбор. И почему, собственно говоря, я и утверждаю, что Слепаков абсолютно не прав. И основная надежда на какие-то перемены, это, конечно, надежда на действия режима, потому что никогда еще ни одна власть не подводила революцию. Если она взялась за ее давить, так она обязательно до нее доведет. И это тоже закон, потому что любая инициатива идиотизируется по мере спускания к исполнителям сверху. И мы видим, например, что вот в Нижневартовске, там, где пришли учить детей, пришли в школу, пришли со щитами и ОМОНовскими касками учить задерживать, учить выносить из толпы, разрывать цепи. И я подозреваю, что там те мальчишки и девчонки, которые не задумывались до этой минуты над тем, что происходит, но, во-первых, они поняли, что и им тоже предстоит, вероятно, сражаться с этим режимом за достоинство. И они ведь выступали за две стороны. Да, да. Те, кто стояли со щитами, получали своих, я не знаю, товарищей, которые их избивали при помощи мячиков в физкультурном зале. Причем с удовольствием. Да, вот это ощущение возможности победы. И плюс могут возникнуть всякие роковые вопросы. Могут возникнуть вопросы у этих детей, оценочные и правильные по поводу, например, санкций. Почему, например, в отношении Швейцарии цивилизованный мир не вводят санкции. Да, там тоже очевидные сокровища, которые, по идее, все должны были бы хотеть захватить. Там банки, там роскошные пейзажи, там шоколад, наконец, Альпенгольд. Там много всего. Это гораздо соблазнительнее, чем всякие неудобья при поляре с ржавыми тракторами и старыми бочками из-под солярки. Но мы до сих пор считаем, что нефть это лучше, чем шоколад, часы и банки. Уже нет. Уже нет. Кстати говоря, по поводу нефти, Оля, я не могу понять, в чем дело, чья это акция. Я не понимаю, что это значит, но там в третьем магазине мне уже дали денежку, мне уже дали сдачу, на которой какие-то загадочные письмена. И я не в курсе того, что за всероссийская акция проходит. На тысячу рублей написана самая известная в России фамилия, а потом Х, Игрок и Ело. Вот я не понимаю, что имеется в виду. Почему-то теперь таким образом маркируются все купюры. Что это значит, я не понимаю. Спасибо, что открыли. А то мы все с безналом лишены вот этих вот средств информирования. Ну, пойми, да, вот сцепившись с интеллигенцией, Путин может либо погибнуть от ее хилой лапки, и он будет не первым, да, либо все-таки он вынужден будет ее уничтожить. Причем, как ты знаешь, успехи... Тоже не первый случай. Да, да. Успехи у него в этом вопросе очень велики.